На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя известное событие в Турции, Армении и Казахстане, заявил, что проявление такой турбулентности российских границ вызывает обеспокоенность у Москвы. На этом фоне, насколько можно судить, по заявлениям, сделанным в ходе визита министра иностранных дел Турции в Баку, Турция планировала плотно подключиться к Нагорно-Карабахскому регулированию. Например, на этой неделе был запланирован визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Ангару для обсуждения НКУ, но визит отложили из-за попытки госпереворота в Турции. Также нельзя не обратить внимания на события, происходящие в Ереване. Могут ли данные события в Турции и Армении отразиться на процессе Нагорно-Карабахского регулирования, на принятии тех или иных решений по этому вопросу? И как скажется намерение Турции активно подключиться к решению Нагорно-Карабахского вопроса? Спасибо. Во-первых, мне не очень понятно, почему вы все сгрузили в одну корзину, ситуацию в Турции, ситуацию в Армении, ситуацию в Азербайджане. Они, по-моему, не имеют вообще никакой общей основы. Мы конкретно комментировали и ситуацию по отдельности в каждой из упомянутых военных стран, когда это необходимо было. Это первый момент. Второй момент, что касается подключения Турции к Нагорно-Карабахскому урегулированию, как и к любому другому урегулированию, либо к любому другому переговорному процессу, мирному процессу. Но, в общем-то, речь может идти не только о Турции. Любое содействие конструктивное можно рассматривать именно с такой точки зрения, как конструктивное взаимодействие. Если государству, либо представителям официального государства есть что добавить именно в позитив, мне кажется, что здесь не может быть каких-то проблем. Но, еще раз говорю, если речь идет о конструктивном вкладе. Что касается ситуаций в каждой из стран, которые могут повлиять на Нагорно-Карабахское урегулирование, то, безусловно, развитие ситуации и в Армении, и в Азербайджане неразрывно связано с тем, что происходит в этих странах. Но это, знаете, это даже очевиднейшая вещь. Поэтому Нагорно-Карабахское урегулирование непосредственно связано с этими странами, с тем, что там происходит. Мы исходим из того, что усилия, которые сейчас предпринимаются, в том числе Российской Федерации, по направлению Нагорно-Карабахского урегулирования, тот процесс, который начался очень интенсивно, он не будет терять своей динамики. И мы надеемся, что он действительно послужит продвижению вперед. Но, еще раз говорю, ситуации в каждой стране, безусловно, развиваются. Но исходим из того, что процесс НКУ и тот импульс, который был дан, в том числе при участии российской страны, Москвы, высшего руководства Российской Федерации, не должен останавливаться. Субтитры создавал DimaTorzok